нет нет шучу на самом деле сатурн это интересно здесь есть что посмотреть есть что рассказать тебе и что показать тебе так что давай по порядку начнем смотри внимательно не моргай погнали а минска это небольшой уютный городок 300 километров юго-востока от москвы с населением около 115 тысяч человек город здесь появился в 1628 году и поначалу он назывался рамене это слово значит а пушка леса уверен что сатурн это самый популярный бренд который вообще есть в равенском да и несмотря на не самые выдающие результаты последних лет сатурн это наверняка все еще 2 по популярности команда подмосковья давненько этот не был на сегодня выходной день лето тепло в равенском последний тур закрытие сезона сатурн играть с рязанью правда пафосная вывеска да вот я решил сгонять посмотреть как сейчас обстоят дела у некогда крепкого клуба за 15 минут до начала народа вообще нет в кассах практически никого билеты бумажные старенькие 150 рублей стоит и есть даже палатка с сувенирками ну там типа футболки шарфы выбор небольшой но хотя бы что то есть это прикольно начало века это золотое время для сатурна тогда они 11 лет играли в премьер-лиге подряд дважды дошли до финала кубка россии а в 2008 году даже стали финалистами кубкаентер-тато это что там и могут типа кубка конференций сейчас на финале ступка интер-тато это не значит что они прямо играли в финале кубка тогда уэфа придумали странные правила 11 победители которые выиграли в последнем раунде этого самого кубка считались финалистами все они прошли на следующий год в кубку ипо а чемпион обладателем этого кубка интер-тато становилась команда которая вот среди этих 11 дошла дальше всех в следующем розыгрыше кубку armone странно, но вот так. Победителем Кубка Интертото тогда стала португальская Брага, зато лучшим бомбардиром стал игрок Сатурна Дмитрий Кириченко. Алексей Игонин, Андрей Коряк, Антонин Кинский, тот же Кириченко. В те годы Сатурн был реально крепким и сильным клубом. Виталий Шевченко, Сергей Павлов, Гаджи Гаджи, Фалек Романцев. Ничего такая компания уважаемых специалистов в свое время приезжала в Раменское потренировать инопланетян. Черно! Синие! Черно! Синие! В 99-м году аккурат к своему взлету Сатурн получил новый стадион. Он и сейчас кажется очень крутым и уютным, а тогда это был вообще какой-то космический уровень. Прямоугольная коробка, без беговых дорожек, все прям как в Англии. И вот так подумали хулиганы столичных фанатов и ломанулись в Раменское за развлечениями в британском стиле. Драки с Абоном, фуэра на поле, крыслопадом. Это просто были будни раменсского футбола. Ты помнишь наверняка, как это было. Как же все-таки хорошо, что сейчас придумали фан-иде, и эти отмороженные хулиганы больше не дышат перегаром на нас с трибун российских стадионов. На протяжении многих лет Сатурном владел известный вор законе Олег Шишканов, и именно ему клуб обязан своими годами в премьер-лиге. В 1982 году Шишканов сел в тюрьму. Тогда, по версии следствия, он и его друзья изнасиловали и убили девушку, и чтобы скрыть улики, сожгли ее труп. На суде Сашишканов все это признал и получил 10 лет тюрьмы. Но по легенде криминального мира Шишканов во всем этом не участвовал, а просто взял вину на себя, чтобы его старшие товарищи остались на свободе. В 1992 году Шишканов уходит из тюрьмы, и на сходке криминальных авторитетов в Измайлова он становится вором законе. Тогда Шакром-молодой поручил ему контролировать коммерческие структуры Малаховки, Жуковского и Раменского. В 1997 году Шишканов меняет фамилию на Михайлов и покупает футбольный клуб «Сатурн». По свидетельствам игроков и тренеров он принимал активное участие в жизни команды, в частности, постоянно заходил в раздевалку, общался с игроками и все такое. Весной 1999 года Рубук проводит обыск в коттедже ближайшего партнера Михайлова Вячеслава Жигунова по кличке Жигун, это тоже авторитет. Тогда в его коттедже нашли помимо оружия, наркотиков, боеприпасов и всего этого банального набора еще и черную бухгалтерию «Сатурна». Там, в частности, были указаны реальные зарплаты игроков «Сатурна» и суммы, которые клуб выделял на работу судьям и другими командами. Например, тогда же у Михайлового случился конфликт с Руберецкими, в частности, на Руберецкой подожгли ему пытались поднять машину и сожгли его в коттедже. Считается, что именно эти события привели к тому, что «Сатурн» перешел под управление тогдашнего мэра Подмосковья, губернатора Подмосковья Бориса Промова. Сказка кончилась в самом начале 2011 года. Тогда руководство «Сатурна» обратилось к Российскому футбольному союзу с просьбой исключить их из Премьер-лиги, потому что у них был долг 1 миллиард рублей. Кстати, прекрасно помню этот момент. Тогда было непонятно, кто заменит снявшихся румянчан. И в итоге в Премьер-лигу залетел Краснодар. Тогда третье и четвертое места были у Нижнего Новгорода и КамАЗа, но они что-то не захотели подниматься из лучшей лиги мира, отказались. И тогда команда Галецкого, молодая, с пятого места взяла и поднялась в Премьер-лигу. Мне это показалось капец каким несправедливым. Еще с пятого места и сразу в элиту. С чего вдруг? Мы вернемся в Раменское. В сезоне 11-12. Во второй лиге играл клуб «Сатурн-2». Сатурна основного не было вовсе. Правда, довольно быстро в «Сатурн-2» переименовали в «Сатурн». Но на этом хорошие новости заканчиваются. Следующие два сезона «Черно-синие» провели в любителях. В сезоне 14-го года они заявились во второй лигу. Но уже через год опять поняли, что профессиональный футбол они не тянут даже на таком уровне. Начиная с сезона 16-17 «Сатурн» все-таки закрепился во второй лиге. Но пока это все, что они могут. 20 минут сыграли «Сатурна» за 2-0 лететь. Посмотри, что об этом думают фанаты «Сатурна». На домашнем секторе примерно 25 фанатов. Половина из них дети, половина такие взрослые ребята. Заряжают, не скажу, чтобы очень часто. Репертуар довольно стандартный и обычный. Но, как по мне, для второй лиги второй хороший уровень. А, кстати, напланетяне даже отыгрались в итоге в начале второго тайма. Но быстро пропустили опять. Сейчас пока 3-2 проигрывают. На самом деле пофиг вообще, потому что это уже ничего не решает эта игра. Насколько я знаю, официально друзей у «Сатурна» нету, но... Посмотри на стикеры. Здесь много стикеров «Торпеды». И на стадионе, и вокруг него, и в городе вообще. Уже говорил, но, повторюсь, стадион в Раменском очень уютный и комфортный. Здесь реально приятно находиться. И два клуба премьер-лиги оформляли здесь чемпионство. В 2007 году «Зенит», в 2008 году «Рубин». Сатурн проиграл в 3-2, и в самом конце им поставили пенальти. Возможно, сейчас сравняют. Как по мне, это вообще не поигры. Сатурн был гораздо слабее. Но посмотрим, почему бы и нет. Тем более, результат вообще ничего не решает. Типичная раминская здесь до сих пор есть ОМОН. После игры болельщики хотели попрощаться с командой, чтобы проводить их на межсезонье. ОМОН помешал. ОМОН и другие планы. Ну вот такой он, Сатурн, в 2023 году. Понятно, что уровень не тот. Но на самом деле, это еще одна идея, куда сходить без UnID. В целом, очень уютно. Я уже говорил, у нас здесь реально очень уютно. Мне понравилось. Если тебе тоже понравилось, пиши комменты, ставь лайк. Там вот это все суету на вазе. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok